Всем привет! В эфире универния УСА в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя порцию самых важных новостей. Итак, смотри сегодня. Как сохранить родные языки? Тромбоз или нет, любой желающий может провериться в университетской клинике. Ученые КФУ поучаствовали в лечении паралича. 12 октября в Институте феологии и межкультурной коммуникации имени Толстого КФУ стартовал форум «Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства». Проблемы и перспективы. Подробности в нашем сюжете. Уже который год казанцы борются с сохранением татарской культуры и языка. Именно сегодня в Казанском федеральном университете пройдет форум «Сохрани родной язык». Программы сохранения и развития родных языков в условиях многонационального государства Республики Татарстан. Форум открылся докладом профессора Академии наук Республики Татарстан Кима Минулина о выявлении проблем и перспективы сохранения родных языков. С научными изысканиями выходят на первый план вопросы подготовки кадров. Кадров, которые могли бы ответить на все вопросы. Ориендаторы форума отметили высокую важность проектов и их реализация. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ни один из предложенных проектов без внимания не останется. В рамках форума будут предоставлены проекты, будут круглые столы, будут работать секции. И на этих круглых столах, на этих секциях, конечно же, будет лицепроект рассматриваться, будут какие-то корректировки введены. То есть это все будет как рабочие моменты. Больше всего впечатлило количество участников из Убекистана, Казахстана и Беларуси. Регина Насибульна, Зофар Галимов, Владимир Нелюбин. Универньюс. КФУ принимает юридический форум. На форуме обсуждается внедрение технологий в правовую деятельность. Подробнее в следующем сюжете. В юридическом факультете Казанского федерального университета впервые проходит форум «Казань Легал Тех-2018», посвященный технологиям, искусственному интеллекту и улучшению доступа к правосудию с помощью электронных технологий. Организаторами выступили компания «Право.ру», юридический факультет Казанского федерального университета и Ассоциация выпускников юридического факультета КФУ. Форум продлится до 13 октября. За два дня пройдут лекции о два круглых стола и курсы повышения квалификации. Помимо представителей организаторов форума, в нем приняли участие сотрудники Национальной юридической службы «Амулекс», Исполнительного комитета «Казани», различных вузов России и других компаний. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюс. В КФУ собрались молодые геологи со всей России. Они вывели на обсуждение инновационные методы работы. Подробнее о конференции в нашем сюжете. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось открытие Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Волга-Гео». Мероприятие прошло при поддержке геофизической компании «Градиент». Мы сами бывшие выпускники, многие из наших коллег, бывшие выпускники Казанского университета, геологического факультета. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать эту инициативу, то наша компания откликнулась и решила поучаствовать в проведении этой научно-практической конференции. Конференция организована объединением геофизиков-разведчиков студенческого научного общества КФУ. Наше студенческое общество СРГ хотело объединить не только заинтересованных геофизиков, но и геологов. И мы решили создать Всероссийскую научную конференцию, попытаться как-то продвинуть науку, поделиться мнениями, идеями, может быть, опытом. В рамках конференции проходят заседания по секциям «Общая геология», «Нефтяная геология», «Разведочная геофизика» и «Сейсморазведка» — метод изучения геологических объектов с помощью колебаний. Конференция продлится до 14 октября. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Накануне Дня тромбоза в Университетской клинике КФУ состоялась акция, где все желающие смогли проверить уровень свертываемости крови и получить рекомендацию специалиста. О необходимости проведения данного мероприятия для жителей всего города расскажет Адель Шамилова. 13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. Данная болезнь относится к заболеваниям сосудистой системы, в процессе которого густеет кровь, а затем формируются тромбы, плотные сгустки на внутренней стенке сосудов. Накануне Всемирного дня тромбоза каждый желающий мог проверить свою свертываемость крови. Акция состоялась на площадке Университетской клиники КФУ. Прием антикоагулянтов – это очень серьезный, это образ жизни, это культура. Вот сегодняшний день именно призван наших пациентов немножечко упорядочить, еще раз им сказать, что антикоагулянт – это лекарство, да. Он должен войти в структуру жизни пациента, но обязательно должен контролироваться. Прием препарата и постоянный контроль позволят предотвратить образование тромбозов и тем самым снижать риск инсульта. Пациент с диагнозом паралич смог сделать свои первые шаги. Результат был зафиксирован в медицинском исследовательском центре клиника Мэйо. Над исследованиями трудились ученые из КФУ, Санкт-Петербурга и США. Анна Глазунова расскажет подробнее о результатах нового метода восстановления. Пациенты с парализованными нижними конечностями смогли сделать свои первые шаги на беговой дорожке, держась руками за опору. Такого результата удалось достичь при помощи эпидуральной электростимуляции спинного мозга и специальных функциональных тренировок. Два пациента были включены в исследование после многих лет паралича в результате травмы. Им был установлен электродный спинной мозг, который имитировал сигналы, поступающие из головного мозга. С этим методом эпидуральной стимуляции существует возможность восстановления движения до уровня, когда испытуемый фактически может контролировать свое движение с минимальной поддержкой от тренера или внешних устройств. То есть в данной ситуации испытуемый фактически поддерживает свой вес тела и способен передвигать ногами, как бы осуществляя шагания. После установки электрода на спинной мозг в течение двух недель у пациентов проходил период восстановления, а затем процесс реабилитации. То есть это обучение человека движения по бегущей дорожке, в положении лежа, сидя, стоя и так далее. И в комплексе со стимуляцией происходит процесс тренировки. То есть фактически пациент учится контролировать движение с нуля. И первые несколько дней, когда он только-только получает способность контролировать движение, это возникает процесс об обучении. Уже через 43 недели можно было увидеть результат. Парализованные пациенты смогли самостоятельно совершать шаги на дорожке. Способ восстановления пациентов с диагнозом паралич разработали исследователи Казанского федерального университета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и США. Реабилитация мужчин проходила в США в медицинском исследовательском центре клиники ИМИО. Казанский федеральный университет в исследовании представлял сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Игорь Лавров. Идея в том, что при стимуляции спинного мозга ниже травмы происходит активация нейрональных структур спинного мозга, за счет чего эти структуры начинают отличаться командам головного мозга. Иными словами, пациент с клинической полной травмой, как правило, такие пациенты имеют остаточные проводники. То есть это некоторые волокна, которые функционально активны, но при этом могут принимать участие и их активация. Проекты в области нейромодуляции активно развиваются в России. В Казанском федеральном университете организована научно-исследовательская лаборатория «Двигательная нейрореабилитация», которая активно занимается развитием направления нейромодуляции при нарушениях спинного и головного мозга. В Казанском федеральном университете последние 4-5 лет была организована лаборатория, в которой сейчас есть все необходимое, чтобы исследования продолжались и выходили в публикации из России. Привлекли достаточное количество мигрантов, и закуплено было оборудование. Несколько коллег из КФУ прошли стажировки в моей клиник, обучились методом, в том числе методом работы с испытуемыми. Метод стимуляции спинного мозга рассматривается как один из наиболее перспективных для терапии парализованных пациентов. Возможно, в скором времени он станет доступен большому количеству людей с таким диагнозом. На данном этапе это дорогостоящий процесс, во многом потому, что он включает в себя несколько групп. Требуется нейрохирургия, требуется реабилитация группы, физико-терапис, также требуется привлечение электрофизиологов, ученых и так далее. Крайне важно, чтобы эти исследования перешли в некий клинический протокол, который позволит использовать данную методику непосредственно в клинике для большого количества пациентов с конкретным результатом. Сейчас стимуляция пациентов с диагнозом паралич осуществляется в домашнем режиме под наблюдением врачей. Анна Глазунова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok